Добрый вечер Сегодня мы с вами будем путешествовать по планетам Солнечной системы Так мы же даже мамам не сказали А мы надолго отправимся Не волнуйтесь, мои милые, вы вернетесь домой, как обычно, по завершении программы Потому что наше путешествие будет воображаемым Я знаю, что у каждого путешественника должна быть своя карта А у нас такая карта есть? Да, их даже несколько Вот, посмотрите На этих веселых картах изображен весь наш маршрут Например, вот эту карту-схему Солнечной системы Сделали мои хорошие знакомые Дети одного из детсадов Видите, как интересно, красиво у них получилось Они заботливо, в правильном порядке расположили все планеты Солнечной системы И теперь мы можем правильно ориентироваться в космосе Итак, готовы отправиться в путешествие? Готовы Тогда давайте представим, что наша студия – это космический корабль А я знаю, что на каждом корабле должен быть командир экипажа Кто же будет нашим командиром? Командиром экипажа буду я Потому что у меня находится карта путешествия Итак, приготовьтесь к взлету Пристегнули ремни Готовы? Включайте мотор Начинаем обратный отсчет времени Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль Мы взлетели? Да, наше путешествие началось Значит, мы теперь космонавты? Да, девочки Кстати, а вы знаете, как по-другому называются космонавты? Нет, не знаем, а как? Другое название – астронавты Красиво, похоже на название цветка – астра Дело в том, что на древнем латинском языке именно так – астра – звучит слово звезда То есть астронавт – это звездный путешественник Я, кажется, поняла, почему так называется цветок И почему же? Да, потому что он похож на звезду Особенно белые астры Их тонкие длинные лепесточки, как звездные лучики Ты права, Машенька А чтобы нам, девочки, в пути В нашем путешествии было не скучно, а весело и поучительно Я предлагаю сейчас всем вместе выучить очень интересную астрономическую считалочку В ней собраны названия всех планет Солнечной системы Я никогда не слыхала такую считалочку Интересно, а кто ее придумал? Придумал эту замечательную считалку детский поэт Андрей Усачев Итак, слушайте внимательно На Луне жил звездочет Он планетам вел подсчет Меркурий – раз, Венера – два Три – Земля, четыре – Марс Пять – Юпитер, шесть – Сатурн Семь – Уран, восьмой – Нептун Девять – дальше всех – Плутон Кто не видит, выйди вон! Мне понравилась эта считалочка Обязательно ее выучу и расскажу своим друзьям Ну что, готовы сейчас повторять за мной? Конечно! Чтобы легче было запомнить, вы будете смотреть на нашу карту-схему Солнечной системы И представляете все то, о чем будет идти речь Понятно? Да Итак, первая строчка стихотворения считалочки На Луне жил звездочет Он планетам вел подсчет А теперь давайте объединим эти строчки На Луне жил звездочет Он планетам вел подсчет Хорошо, продолжаем дальше Теперь следите за схемой Меркурий – раз Венера – два Три – Земля, четыре – Марс Теперь попробуйте повторить Меркурий – раз Венера – два Три – Земля, четыре – Марс Хорошо, идем дальше Пять Юпитер, шесть Сатурн, семь Уран, восьмой Нептун А ну-ка, повторите, пожалуйста Пять Юпитер, шесть Сатурн, семь Уран, восьмой Нептун Молочинки! Ну и последние две строчки Девять дальше всех Плутон, кто не видит, выйди вон Это очень просто, давай, Маша, повторим Итак, девять дальше всех Плутон, кто не видит, выйди вон Только я не поняла последнюю строчку Дело в том, что Плутон практически невозможно увидеть даже вооруженным глазом А как глаз может быть вооруженным? Оружием для глаза являются разные оптические линзы Это такие особые выгнутые стекла, которые помогают людям лучше видеть Самый простой пример такой линзы – это самые обычные очки А посложнее – это бинокль, микроскоп, телескоп и другие приборы Ну что, девочки, давайте еще раз все вместе повторим считалочку Возьмем нашу схему, она будет нам помогать И начинаем! На Луне жил звездочет, он планетам вел подсчет Меркурий раз, Венера два, три Земля четыре Марс Пять Юпитер, шесть Сатурн, семь Уран, восьмой Нептун Девять дальше всех Плутон, кто не видит, выйди вон Вы молодцы! У вас получилось замечательно! По-моему, нам пора возвращаться из нашего звездного путешествия Приготовьтесь к приземлению! Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль! Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, пять, четыре, три, 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 два, один, ноль! Вот мы и дома! Ну что, девочки, по-моему, наше путешествие прошло очень удачно И мы получили очень хорошую и новую считалку И повторили все планеты Солнечной системы Вы правы. Время уже позднее, и нам пора готовиться ко сну. Давайте прощаться с ребятами. До свидания, девочки и мальчики. Желаем вам во сне продолжить наше путешествие. Спокойной ночи. Сладких снов. И пусть оберегает вас Ангел-Хранитель. Ночь вздыхает сладко-сладко. Звезды светятся в окне. Малыши в своих кроматках улыбаются во сне. Дремлет облако в постели. Спят игрушки и цветы. Дети в лунной колыбели. Снятся сказочные сны. Белокрылый ангел сон твой охраняет. Над тобой кружится и благословляет. Прикоснется нежно в небо улетая. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю-баю.